Ливень, сильный ветер и температура всего в 6 градусов не испугали настоящих любителей бега. Зелёный марафон, который в этом году приурочен ко Дню Эколога, собрал в парке спорта Алексея Смертина несколько сотен барнаульцев. Каждый из нас оставляет след на этой планете, своим отношением к её ресурсам, своими привычками, своим поведением. И хочется, чтобы мы задумались об этом и в дальнейшем следовали тем решениям, тем правилам, которые помогут сохранить нашу планету и для наших потомков и сделать жизнь лучше. Для участников марафона работали праздничные тематические площадки. Аниматоры танцевали и рисовали вместе с детьми, а взрослых учили правильно сортировать мусор. Так, например, участники узнали, что разные виды пластика нужно отделять друг от друга. Только так они будут полноценно переработаны. Но главной фишкой мероприятия стали, конечно, забеги для всех возрастов. Ну, мне очень нравится бегать, мне нравится спорт, бегать. Дистанции там разные. Я решила попробовать. Следом за детским забегом впервые в рамках марафона стартовали участники по скандинавской ходьбе. После них на дистанцию вышли участники основного забега на 4,2 километра. Испытать свои силы в нем решили и барнаульские моржи. Ну, я ежегодно принимаю участие в таких вот подобных мероприятиях. Правда, погода была разная, но сегодня она дождливая, для моржей, белых медведей великолепная. То есть дождь – это экстремальная ситуация, дождь – это закаливание, дождь – это здоровье. Дождь и свежий воздух оказались прекрасны не только для любителей закаливания, но и для проведения экологической акции. Она завершила мероприятие. Представители Сбера и участники «Зеленого марафона» высадили в парке Яблоневую аллею. Организаторы надеются, что им удалось привлечь внимание горожан к состоянию окружающей среды, ведь это очень важно и не только в День эколога. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Артем Гусельников, Александр Антропов.